Впервые в истории России венчание на правление случилось в 1498 году. Московский князь Иван Третий венчал своего внука Дмитрия Ивановича как наследника. Однако Дмитрий умер еще до смерти самого великого князя. Ни сам Иван Третий, ни его преемник Василий Третий не были коронованы. Первое венчание на царство как главы государства произошло в 1547 году, когда короновался внук Ивана Третьего Иван Четвертый Грозный. К того времени титул царь стали использовать систематически. Церемония венчания на царство прошла в январе 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля. Митрополит возложил на Ивана Четвертого знаки царского достоинства. Крест животворящего древа, бармы и шапку Мономаха. Царь был помазан миром, а затем митрополит благословил его. Традиционно при венчании на царство Рюриковичей использовалась шапка Мономаха. Екатерина Первая, Петр Второй, Анна Иоанновна и Елизавета Петровна венчались на царство коронами европейского образца. После Екатерины Второй и до Николая Второго использовалась большая императорская корона, изготовленная придворными ювелирами Гергом Экартом и Жереми Пазье. В течение веков церемония претерпевала изменения. С середины XVIII века во время церемонии обязательно выносился державный щит Российской империи. В поздний период Российской империи архиерей вручал императору регалии. В правую руку – скипетр, в левую – державу. Начиная с Павла I, стали короноваться и супруги российских императоров. Корону, меньшую по размеру, возлагал на голову своей жены сам государь. Совершалась церемония митрополитами московскими и всея Руси, а затем патриархами, а в поздний синодальный период – первенствующими архиереями. И проходила она неизменно в Успенском соборе Московского Кремля. А вот гуляния по поводу венчания на царство проходили и в Петербурге, и в Москве. Последним коронованным монархом стал Николай II. После отречения императора от престола в марте 1917 года церемония венчания на царство прекратилась. Таким образом, все коронации российских монархов от Ивана IV до Николая II происходили в Москве в Успенском соборе Кремля.